Фух, кажется спела. Неужели? Я не понимаю, ты какого лешего, извини меня за выражение, делала на Арбате? Ну, подписи считала. Какие еще подписи? Даник, ты со своим интернетом совсем про телевизор забыл. Ну вот же, в открытой Азии показывали. Вы слышали о новых поправках закона об интеллектуальной собственности? Распишитесь, пожалуйста. Свой выходной день студентка и интернет-юзер Надежда проводят на улице Алматы. Девушка собирает подписи к письму с требованием пересмотреть непопулярный в молодежной среде закон. В первый день акции на счету блогеров-волонтеров 500 подписей. Здесь нет подставных и мертвых душ, конкретные личные данные, возраст и подпись. А, этот кот тоже из ихних, ну в смысле протестных. Нет, Даник, этот кот из техних иностранных. Он свой протест на английском языке выражает, а наш протест звучит так. Похороны Казнета не иначе. Такой устрашающей ситуацией представляется большинству пользователей. И тому подтверждению вот эта голосовалка. Ее прикрутили на сайте savekaznet.kair.kz. А вы за или против поправок? Бурное голосование собрало немало отзывов. Вот отклики на второй день после принятия поправки. За пять дней голосования. Через неделю после старта. Да, если бы голосование возымело свой вес, результат, кажется, был бы очевиден. Но все же в рядах голосующих немало и защитников поправок. И это не только инициаторы. Так что же, собственно, заварили в Казнете? Пытались разобраться наши корреспонденты. Об этом много спорили, переходили на крик и даже погружались в молчание. Поправки в закон об интеллектуальной собственности. Авторское право в буквальном прочтении. Их, в смысле поправки, в Казахстане все-таки приняли в начале февраля. Казнет из ДЭД. Такие ролики заполонили сеть в первые же дни. Казнет умер, считают владельцы торрент-трекеров и файлообменников. Но протестуют рядовые пользователи. Протесты слышат, протестам отвечают. И по обе стороны готовятся к войне. Я могу сказать, что перемирие закончилось. Что же такого внесли поправки, что всполошился весь Казнет? Так называемый антипиратский закон развязал властям руки. Теперь к ответственности можно привлечь всех, кто стоит за интернет-порталами, созданными для обмена, хранения и распространения нелегального контента. Торрент-трекеры в этом списке с их принципом скачал сам передай другому, оказались в первых рядах подозреваемых. В одночасье закрылись, сменили географическую локацию, урезали функционал популярные файлообменные ресурсы Касторка, Мегаторренс, БТР. Мы считаем, что это не приведет к гибели Казнета и к закрытию интернет-ресурсов. Когда мы разрабатывали проект закона, мы встречались с владельцами интернет-ресурсов. И интернет-сообщество, владельцы интернет-ресурсов, они все прекрасно понимают о необходимости соблюдения авторских прав. Однозначно придется отказаться от всего кинозала, кино, сериала, музыка и файлообмен. Это процентов 70 нашего проекта. В интернет-проект Азамат и его друзья вложили все свои средства. Уже этим летом планировали окупить свое детище. Не вышло. Я считаю, что процентов 80 из общего количества интернет-проектов попадут в очень затруднительное финансовое положение. Возможно, некоторые сайты закроются. Схематично ситуация выглядит так. Любому проекту для своего существования и заработка нужны деньги. Спонсоры и рекламодатели готовы поддержать проект, но он должен быть посещаем. На площадке должна бывать качественная аудитория. Чтобы эту аудиторию привлечь и, что важнее, удержать, на сайте должен появляться контент. Неважно, в каком виде и объеме. Ключевое слово здесь – «интересный». А еще – «регулярный». И чем чаще, тем лучше. Производить контент дорого. Нужны люди, идеи, ресурсы. Фоторепортаж на соседнем портале или фильм на пиратском сайте выглядит в этом смысле весьма привлекательно. Минимум затрат при максимуме вовлечения аудитории. Поправки в закон должны помочь уличить владельцев подобных сайтов и привлечь их к ответственности. То есть это вопрос никак не нас, рядовых пользователей. Хочу успокоить, во-первых, всех обычных пользователей интернета. Это не коснется. Закон, прежде всего, коснется источников пиратского контента. Допустим, мы скачали какой-то фильм из интернета, да, вот в личных целях. То есть мы его можем сами у себя дома посмотреть. Но как бы не так. Это ситуация сродни продажи контрабандных яблок. Представьте, что у торговца на рынке, того, у которого вы постоянно брали яблоки, отобрали товар. Ну, мол, он из Китая, яблоки возит нелегально. Продавца скрутили и под белые ручки. Вы, вроде бы как и ни при чем, покупали и ничего не знали. Но яблоки-то теперь вам брать уже не у кого. На месте правообладателей я бы не бросал миллиарды денег на борьбу с пиратством, а инвестировал бы их в монетизацию интернет-канал и легальное размещение интернета. Популярный казахстанский певец Айкын, чьи клипы и песни давно блуждают в сети, о новых поправках слышит впервые. Претендовать на гонорар, а тем более судиться с веб-порталами, он точно не будет. Говорит, никогда не был против бесплатной ротации в интернете. Певец готовит к выходу уже второй сольный альбом, но на прибыль от продажи лицензионных дисков даже не рассчитывает. Если человеку нравится определенная песня, пусть заходит и скачивает, я буду только рад. Если человек, который заходит целенаправленно в интернете, ищет определенную песню и ее скачивает, значит он является поклонником этой песни. Так что это популяризация песни только. С этим бороться, я думаю, бесполезно. За новый закон выступают и некоторые активные игроки Казнета. Авторы проекта Vox Populi с самого начала наполняли ресурс только собственным контентом. Говорят, сами не раз сталкивались с пиратством. Чаще всего их фоторепортажи крадут российские сайты. В отговорки коллег по цеху создатели проекта не верят. На мой взгляд, лучше в Казнете пусть будут только качественные сайты и собственные контенты, потому что прикрываясь тем, что Казнет недостаточно развитый, мы, по-моему, так никогда и не вырастим. Работать по новым правилам многие представители виртуального мира согласны. Однако заполнять свои сайты лицензионным продуктом им мешает реальность. Пользователи по-прежнему любят халяву. А с введением поправок халявы в Казнете заметно поубавилось. Пользователи отреагировали сразу, ушли на российские площадки. В результате выросла нагрузка на внешний канал и, как следствие, упала скорость. В общем, запасаемся попкорном и ждем развязки.